Добрый вечер, уважаемые нефтьюганцы! Напомню, осенью состоятся довыборы в городскую думу по 24-му избирательному округу. Это часть домов 15, 16 и 16-го микрорайонов. А уже 3 июня пройдет предварительное народное голосование, по результатам которого Единая Россия определит самого достойного кандидата. Он и представит эту партию на выборах. И сегодня в нашей студии Елена Башмакова, которая примет участие в предварительном народном голосовании. Педагог, человек с активной гражданской позицией. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, Елена. Очень приятно вас видеть в нашей студии, такого позитивного человека. Елена Александровна, вот побывала в вашей школе, увидела и сказали мне, что ученики вас очень любят. Ну, такие отношения складываются между педагогом и детьми далеко не всегда. Как вам это удается? Что у вас за секрет вообще? Каким должен быть педагог, чтобы дети вот так к нему тянулись? Ну, я хочу сказать, что в педагогике вообще случайных людей не бывает. И если человек определился, что он идет в учительство, то, конечно же, это человек в первую очередь тот, который очень сильно любит детей. И если ты не любишь детей, то, мне кажется, не сложится на работе работать так, как бы тебе хотелось. Ты не будешь получать от работы удовлетворение и удовольствие. Ну, а дети, они как лакмусовая бумажка, и с ними надо быть предельно честными, открытыми. Ну, и, конечно же, любить их. И если они что-то заподозрят, все это сразу выдадут. Ну, а вас не раздражают их там проказы какие-то, хулиганства? Сейчас вот все говорят, там, сложный возраст, там, с 13 до 15 очень такие подростки. Знаете, Инна, это же дети. И проказы у них детские. Разве мы не проказничали в детстве? Но проказничали по-детски. Но педагоги, они для того и нужны, чтобы эти проказы не были такими злостными, чтобы больше было позитивных каких-то действий от детей, да? Вот, поэтому нет ни раздражения. А вот вы заканчивали школу и поступали в институт, это где-то был конец 90-х. И тогда профессия педагога, она не была столь уж популярной, в первую очередь, потому что была маленькая зарплата, были юристы-экономисты, да, так скажем, более популярны. При этом профессия-то очень сложная, и ответственность огромная, и огромный объем, да, той же самой бумажной, там, документальной работы и так далее. Почему именно такой выбор сделали? Для меня профессия педагога, она всегда была, наверное, идеальной. Это я сужу по своим учителям, которые меня обучали. Я заканчивала Розаевскую железнодорожную гимназию, и педагоги, которые обучали меня, они мне были настолько интересны. Я смотрела на них с открытыми глазами, широко открытыми глазами, и мне всегда казалось, что это больше, чем люди. Потому что на самом деле они несли знания, они несли воспитание, и все это настолько впечатляло меня, что я уже, наверное, со школьных лет определилась, хотя это, правильно вы отметили, были рыночные отношения, было много юристов-экономистов, но мне все время хотелось быть педагогом. То есть у вас маленькая зарплата как бы не останавливалась? Мы не задумывались о зарплате. Ну, молодые еще, да? Мы были молодые, я окончила гимназию, у меня аттестат с отличием, золотая медаль, и мне хотелось быть учителем. Где вы, получается, жили? Я жила в Розаевке, в республике Мордовия, и закончила Саранский педагогический институт. Факультет истории с дополнительной специальностью юриспруденции. Ваша школа, она восьмая, известна своими социальными проектами и, конечно же, своим музеем. Давайте посмотрим репортаж. Когда девушка выходила замуж, то муж ей делал в 19 веке вот такой прототип утюга. Это не городской краеведческий музей, а всего лишь школьный. Хотя экспонатами, которые здесь собраны, вполне могли бы заинтересоваться и серьезные специалисты. Есть здесь и утюги, датированные 18 веком, и керосиновые лампы, и старинные амбарные замки. А началось все 17 лет назад, с появления в школе новенькой учительницы. Когда только наступает лето, дети уезжают на большую землю к своим бабушкам, к своим родственникам. И когда они возвращаются в сентябре, они привозят уникальные предметы прошлого века. Но так как я учитель истории, получилось, что эти предметы стали постепенно скапливаться у меня в кабинете. Это и старинный утюг 16 века чугунный, это и рубель. И эти вещи стали постепенно накапливаться. Музейная экспозиция росла, и Елена Александровна начала готовить экскурсоводов. Милена с пятого класса увлечена историей России и с большим удовольствием проводит экскурсии для начального звена. Параллельно пишет проекты, которые уже оценили на городском уровне. Я хочу сказать одно, что за каждой моей наградой стоит учитель, а именно Башмакова Елена Александровна, которая привила любовь к истории. И я очень благодарна ей за это. В итоге школьный музей стал центром, который объединил детей, педагогов и родителей. Здесь ведут уроки истории, которые ученикам нравятся больше, чем занятия за парты. Проходят встречи с интересными людьми. Нередко музей вдохновляет семьи на изучение своей родословной. Амбарный замок в семье Кузьменко. Маленькому ребенку этот замок передали родители только потому, что он был у бабушки, и его не хотели выкидывать. А почему его не хотели выкидывать? Что во время войны этот амбарный замок закрывал житницу этой семьи, закрывал амбар, в котором находились продукты. И когда ребенок рассказывает об этом, а информацию учтите, он это взял откуда? Общаясь со своими предками, с родителями, с бабушкой, с дедом. В истории Великой Отечественной здесь отведено совершенно особое место. Звезда памяти, детство, опаленное войной, доска почета – это лишь часть больших проектов, посвященных ветеранам. Практически с первого класса дети общаются с теми, кто остался в живых, помогают, остановясь постарше, занимаются исследовательской деятельностью. Ищут информацию об участниках войны, используя все возможные источники. На сегодняшний день именно восьмая школа располагает самой полной базой данных о фронтовиках, когда-либо живших в Нефтьюганске. Дану в ряды волонтеров Победы тоже привели уроки истории. Первое, конечно же, это то, что на уроках истории мы узнали о подвиге наших дедов, прадедов, о том, что они защищали нашу родину, что мы действительно должны быть им благодарны. Они рисковали своей жизнью, без уроков истории мы не узнали бы об этом, наверное. Ну, из телевизора, мне кажется, много так нельзя узнать, как с уроков истории. История – это не просто даты, считает Елена Александровна. Цифры можно забыть, но есть то, что останется человеком навсегда. Это отношение к своей родине, культуре, своим предкам. Проект Башмакова и музейное дело получил признание на всероссийском конкурсе «Нравственный подвиг учителя». Елена Александровна, как всё-таки вам пришла идея организовать такой музей? Вы говорите, что когда пришли в школу, практически ничего не было, по большому счёту. Когда я пришла в школу 17 лет назад, школа меня поразила тем, что я пришла в неё как раз после ремонта. Ну, классы новые, мебель новая, то есть стены всё. И мы, учителя, мы стали облагораживать это всё, создавать такой учительский уют, дошкольный уют в этих кабинетах. Дело в том, что в 2006 году была разработана программа нравственно-духовного воспитания школьников нашей школы. И мы заявились о себе впервые. Конечно, я не одна, а со мной были единомышленники. Это и директор школы, и администрация школы, а также педагогический коллектив. Мы заявились на округ и выиграли гранд-губернатор. Год по нему проработали, надо было отчитаться. Отчитались, и тогда решили точно, что не стоит останавливаться на достигнутом. И необходимо из учебного кабинета, который назывался музеем, всё-таки найти в школе такой кабинет, который бы как раз и назывался бы школьным музеем. И это нам всё-таки удалось. Мы в 2007 прошли освидетельствование на городском уровне, а в 2011 году я провела окружную паспортизацию с выездом окружной комиссии. И наш школьный историко-социальный музей вошёл в реестр окружных школьных музеев. Вы говорите, что там и уроки проводите, и они намного интереснее для детей, чем обычные уроки в классе, за партами. Конечно. Когда дети выходят за рамки учебного кабинета, например, если провести урок по истории Отечества, а тем более в пятом классе, да, когда... Не в пятом, извините, в шестом классе, когда ребята только начинают изучать свою историю, любой урок, он связан с проектированием. Тем более я веду свои уроки в технологиях проблематизации и в технологиях учебного проектирования. Когда объявляешь детям о том, что сегодня наш урок пройдёт в школьном музее, то у детей сначала такое непонимание, что же это, как это в музее, как это связать урок истории. Но когда они приходят туда, и мы начинаем работать вот именно среди предметов прошлого века, да, среди одежды, предметов быта, среди карт бывшего Советского Союза, да, различных обозначений, о которых они ещё абсолютно не знают, что это такое, а на карте написано, откуда мы родом, то после первого урока им становится очень интересно. И они уже просятся, когда мы ещё пойдём в музей. То есть они, в принципе, меняют своё отношение к предмету в итоге. Конечно. И тут ты уже помимо урока замечаешь, что ребята во внеурочной деятельности тоже начинают обращать внимание на предмет историю и обращаться к учителю, а именно через школьный музей. Это и экскурсоводы, это и уроки по краеведению, ну и другие различные там мероприятия тематические или открытые мероприятия. Всё это через музей. Елена Александровна, восьмая школа специализируется на обучении детей с особенностями развития, да, в том числе там со сниженным слухом, зрением. Я знаю, что вы обучаете таких детей, более того, вы их вовлекаете точно так же в социальные проекты, в исследовательскую деятельность. Каковы особенности работы с такими детьми и как вам удается вообще их заинтересовывать? Ну, конечно, следует сказать, что в нашей школе получают образование дети с ограниченными возможностями здоровья. С 2008 года был открыт класс со слабослышащими и поздно оглохшими учениками. С 2012 года был открыт класс со слепыми ребятами. На сегодняшний день, вот на 2017-2018 год, в нашей школе 51 ребенок обучается с ограниченными возможностями здоровья. Это составляет 8% от общего числа учащихся. Для вас сложнее это, как для педагога? Ну, дело в том, что инклюзивная среда – это комплекс мер. Это безбарьерная среда для таких ребят, которые обучаются в нашей школе. Дело в том, что комплекс мер в чем заключается? Это специальное техническое оснащение самого образовательного учреждения. Это специальные курсы, которые проходят педагоги. Некоторые педагоги связывают свое образование с инклюзивной средой. Помимо этого, разработаны для ребят специальные адаптированные программы для усвоения образовательных программ. Сказать, что с такими ребятами сложно работать – нет. С ними не сложно работать. И просто надо… Просто нужно привыкнуть и пристроиться, да, немножко? Не надо привыкать и пристраиваться. Просто надо любить свою работу и отдавать себя детям сполна. Сейчас как дела вообще в образовании? Изменилась ли система образования с тех пор, как вы пришли в нее 17 лет назад? У нас же постоянно происходят какие-то реформы, вроде как совершенствуется что-то. Есть ли положительные результаты? Ну, если сравнивать образование, когда я только пришла в школу 17 лет назад, и на сегодняшний день, конечно, все условия созданы, абсолютно все, для всех участников образовательного процесса, и для педагогов, и для учащихся. То есть действительно меняется в лучшую сторону? Конечно, все меняется в очень хорошую и в лучшую сторону. В том числе и качество знаний не страдает, потому что многие переживают, что система образования сейчас в худшую сторону от советской отличается. Ну, нельзя сказать, что отличается в худшую сторону. Просто следует сказать, что многие боятся государственной итоговой аттестации, боятся и дети, боятся и родители. Конечно же, учителя переживают. Но я думаю, переживать не стоит, потому что все готовятся. Вот даже сейчас на дворе май, но ребята готовятся со своими преподавателями, инструктажи уже все пройдены, технические пункты проведения экзаменов оснащены. Ну, есть, конечно, волнение, переживание чисто за детей, потому что ведь сдать экзамен успешно, это целый ряд условий, да, и условия все эти выполнены, но еще есть человеческий фактор, когда и дети переживают, они прекрасно готовы, но они переживают, и могут просто где-то что-то подзабыть, а где-то просто переволноваться эмоционально, да. Ну, я знаю, что вы всячески их поддерживаете. Конечно, мы всегда их поддерживаем, всегда стараемся подсказать какие-то такие моменты, на которые бы они обратили внимание, которые бы помогли им. Работаем и с родителями, чтобы тоже не нагнеталась такая обстановка. Все-таки государственную аттестацию не стоит бояться. Молодые люди идут сейчас в педагогику школы? Ну, молодежи, как правило, не хватает в школах, потому что все-таки молодежь выбирает там, где получше. И, наверное, не каждый, может быть, хочет брать на себя ответственность, работать с детьми. Больше, наверное, в наших школах педагогов такого среднего возраста. Ну, и стажисты тоже есть. Без них никак. Это те люди, которые передают нам свой опыт, которые помогают нам, которые вот как раз могут дать такой совет, которого не прочитаешь ни в одной книжке, и не увидишь ни в одной передаче. Вы реализуете очень много проектов. Ну, как вы уже сказали, это, в принципе, коллективная работа, да, то есть без сплоченного вот этого коллектива, без совместных усилий невозможно. Все проекты связаны и с инклюзивным образованием, да, особенных детей, и с сохранением памяти Великой Отечественной войны реализовать. Какие ваши коллеги, они вообще какие? Коллеги, они уникальные. Они очень добрые, они очень ответственные, отзывчивые. На самом деле, один человек, он ничего не сможет сделать. Всегда за любым человеком стоит сплоченная команда. В нашей восьмой школе, я могу твердо сказать, что у нас сплоченная команда во главе с нашим директором Рубцовой Еленой Николаевной. В школе всегда атмосфера взаимопонимания, соучастия, сотрудничества. Причем я бы хотела сказать, что эту команду поддерживает родительская общественность и, конечно же, ребята, ученики. А давайте теперь посмотрим, что они говорят о вас, ученики и ваши коллеги-педагоги. Педагоги уважают ее за профессионализм и активную жизненную позицию. Ученики любят за то, что умеют их вдохновить, поддержать и видят лучшее, что есть в каждом. По словам Кристины, она поверила в свои силы в первую очередь благодаря классному руководителю. Она очень отзывчивый человек, в первую очередь. То есть, если, например, у нас какие-то проблемы в внешкольное время, она в любой момент может бросить все свои дела и прибежать к нам на помощь. Практически все ученики Елены Башмаковой – активисты, волонтеры, победители всевозможных конкурсов. Директор уверена, что это непростое совпадение. Как руководитель я хочу сказать, что это высококвалифицированный педагог, образованный человек с широким кругозором. Она неравнодушна к задачам школы и к задачам образования в целом. Дети любят Елену Александровну, потому что сама она открытый, добрый человек, поэтому дети всегда это чувствуют и они откликаются на эту доброту. Восьмая школа специализируется на обучении особенных детей. От педагога это требует вдвойне больше терпения, человечности, мудрости. Башмаковой удается и их вовлекать в социальные проекты, поисковую работу. Елена Александровна как человек вообще очень энергичный, молодой, добрая по натуре. Она человек, она моих детей любит, они ее тоже любят. Она такая, можно сказать, стоит на передовых позициях. Вот все что-то новое у нее, она все схватывает быстро. Человек живой, общительный. Башмакова не только руководит проектной деятельностью учеников, но и сама активно участвует в педагогических конкурсах. Как женщина, у которой есть своя семья, все успевает. Силы дает любовь к детям, отвечает Елена Александровна. Без нее никакой диплом не сделает тебя настоящим учителем. Елена Александровна, вы были активной участницей молодой гвардии. Более того, вы были даже председателем этого движения в Нефтьюганске, первым председателем. Расскажите об этом отрезке вашей жизни. Самое главное, чем вы занимали, что полезного вы вообще сделали для Нефтьюганска? В 2006 году так сложилось, что мне, наверное, посчастливилось стоять у истоков организации молодой гвардии в городе Нефтьюганске. И я была первым председателем. Вокруг меня были единомышленники, это студенты, работающие молодежь, молодые семьи. И то, чем мы занимались, наверное, нам всем хотелось больше на благоустройство города, на то, чтобы больше проходило позитивных мероприятий. Первое, что мы делали, допустим, разрабатывался план, и в этот план входило. Мы устраивали субботники на старом кладбище, которое находилось, и оно по сегодняшний день находится около больницы. Затем мы высаживали деревья, проводили такие акции, как знание русского языка, и причем проводили их еще где Сибиряк, не было у нас в центральной такой площади. Помимо этого, часто участвовали в субботниках, и очень много мы общались со старожилами и с ветеранами нашего города. Если на сегодняшний момент ветеранов осталось очень мало, тех, кто свидетели нашей истории, свидетели Великой Отечественной войны, то на тот период их было очень много. И мы часто встречались и часто общались, навещали дома ветеранов, чем-то пытались помочь, понимаете, вплоть до того, что помогали в уборке. И почему-то и времени на все хватало. Сколько вам лет тогда было? Мне было 25 лет, до 24-25, вот так вот. И, наверное, может быть, я и занималась бы молодой гвардией, если бы жизнь не ввесла свои коррективы, и я не стала мамой. А что это вам дало? Это опыт какой-то организаторский? Понимаете, это не только организаторский опыт, это, наверное, проверка, на что ты способен. Сможешь ли ты реализовать не только себя, но и помочь реализоваться тем людям, которые поверили тебе, да, и которые сплотились около тебя. Помимо этого, это проверка своих сил, своих возможностей, а также возможность сделать что-то лучшее. Ну вот на сегодня, наверное, это добровольчество и волонтерство, да, потому что, по большому счету, мы тоже делали это. Приходили с работы, вечерами встречались, обсуждались, обсуждали все, намечали какие-то точки работы и шли туда. Мы же шли безвозмездно, абсолютно бесплатно. Да, то есть это просто на том уровне, что ты хочешь изменить что-то в лучшую сторону. А вся наша деятельность была направлена на улучшение города, чтобы в городе каждый горожанин чувствовал себя намного лучше, чувствовал себя нужным, чувствовал себя, ну, незабытым. Ну, нужным, наверное, правильнее сказать. И мы принимали все идеи, которые шли от населения и старались их воплощать. Вот вы учитель, вы историк, но этим не исчерпываются ваши интересы, да, спектр их, я как поняла, очень широк. Например, сегодня вы были на открытии экологической акции «Спасти и сохрани», то есть экология, это тоже интересует вас? Ну, экология не может не интересовать вообще кого-либо, да. Дело в том, что на самом деле сегодня с волонтерами 8-й школы мы были на открытии 16-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Самое главное, что эта акция проходит под девизом «Чистота начинается с себя». И если мы сами не будем мусорить, то, наверное, нам не придется проводить эти субботники и убирать то, что… Убирать этот мусор и загрязнение, которое находится, которое исходит именно от нас, от самих людей, да. Ну, вы, наверное, и с учениками выходите, да, на субботники? Конечно. Дело в том, что в нашей школе, вот, в канун этой акции открылся зеленый уголок. Вот. 26 мая ребята примут участие в субботнике и в посадке кустов рябины на территории школы. Каждый раз мы проводим экологические акции, конкурсы рисунков по экологии. Ребята разрабатывают листовки и раздают их в 8-м А микрорайоне. Ну, в общем, вы к этому серьезно относитесь. Серьезно. А вот еще вы уже неоднократно, я так поняла, в Кирилло-Мефодиевских чтениях принимали участие и снова сейчас собираетесь. То есть вот сохранение славянской культуры, традиций, письменности, педагогики – это насколько актуально, как вы считаете, сейчас? Дело в том, что беречь свои традиции, чтить их и помнить, оно, по-моему, актуальным остается всегда. И тот человек, который не будет знать свои истории, не будет ценить то, что предки сохранили для нас, мне кажется, этот человек не будет иметь будущего. Мне же Кирилло-Мефодиевские чтения, как педагогу, как учителю истории, наверное, близки. И завтра мы едем в город Хантамансийск на окружные Кирилло-Мефодиевские чтения. Вместе я везу своего ученика, который стал победителем муниципального этапа этого конкурса. И сама буду тоже как участник участвовать. Но в первую очередь это же, конечно, не просто участие, а это трансляция своей деятельности и обмен опытом. Потому что люди, которые принимают участие в таких конкурсах, это не случайные люди. Это люди, которых ты видишь из года в год, и они реально занимаются проектами научными, исследовательскими, которые реализовывают в дальнейшем и несут пользу по сохранению культурного наследия округа Югры в том числе. Ну вот ученик, с которым вы едете, о чем этот проект, тема его какова? У него научно-исследовательский проект, который содержит теоретическую и практическую часть, и называется он «Взгляд в прошлое Сибири» про Остроги. Потому что сегодня, наверное, человек может попасть в наше время в любую точку мира, да, и оказаться у любого культурного объекта. Ну и только деревянные постройки, которые еще, кстати, есть в нашем округе, они становятся ветхими и становятся все меньше и меньше. Дело в том, что мы решили уделить внимание Острогам, потому что, узнав и собрав очень много информации с детьми, распределив ее, да, мы поняли, что можно через моделирование и реконструкцию этих Острогов сделать небольшие модели, используя технический ресурс школы, это именно кабинет по технологии для мальчиков. И вот как раз ребята с ограниченными возможностями здоровья, кстати, тоже участвуют в этом проекте. И потому что, ну, помимо, тоже не один же мальчик делает этот проект, да, с которым мы выступаем, просто он как человек, который эту идею определил, вышлинил эту проблему, да, и он презентует эту работу. Конечно. А так, по большому счету, это всегда команда ребят. Елена Александровна, вот вы сейчас собираетесь участвовать в предварительном народном голосовании. Если все сложится, так скажем, благополучно, и вы станете депутатом, примете участие уже в реальных, да, выборах осенью и станете депутатом, что бы вы хотели сделать или что бы вы хотели изменить? И вообще, зачем это место в Думе вам лично? Ну, во-первых, я хотела бы принять участие, потому что имею определенный опыт работы, имею опыт вычленять проблемы и имею свое видение на их решение. Конечно, сказать, что я сделаю первое, второе, третье, это будут простые слова. В первую очередь необходимо прислушиваться к мнению тех людей, которые живут рядом с тобой, ведь я являюсь таким же горожанином, как и мы все, да, и один человек, он не сможет что-то сделать. Имея поддержку, имея, наверное, наказы тех людей, которые находятся рядом со мной, я думаю, мы смогли бы многого добиться. И используя свой потенциал, свои силы, свой определенный опыт, мы, думаю, сделали бы вместе очень многое. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, удачи вам и в вашей педагогической деятельности, и на выборах тоже, в общем, везде. С вами я, дорогие телезрители, встретимся в следующую пятницу. Хороших выходных, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова